Дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую всех в это утро, кто находится с нами в Доме молитвы, кто находится с нами в прямом эфире. Две недели тому назад, в воскресенье, мы говорили вместе с вами о мышлении человека. Мы говорили о том, настолько важно наши мысли сохранять в чистоте. Мы говорили о том, что наши мысли, то, о чем мы думаем, они влияют на все сферы нашей жизни, на наши поступки, на наши отношения с друзьями, с ближними, на наши слова, которые мы произносим, на наши отношения с Богом в духовном мире. Казалось бы, те невидимые, то, что невозможно прочитать, увидеть, играют колоссальную роль в нашей христианской жизни. И тогда я назвал свою проповедь, о чем думают христиане. Братья и сестры, о чем вы думаете сегодня? Я предлагаю текст Священного Писания, который записан в Первом Послании Коринфянам, 15 глава, мы прочитаем 19 стих. Первое Послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, давайте вместе прочитаем, то мы несчастнее всех человеков. Тема проповеди, которую я сегодня буду говорить, я ее назвал. На что надеются христиане? Когда Павел проповедовал, и когда Павел впоследствии писал Коринфянам, это очень важная 15 глава, апостол Павел, стих за стихом убеждал своих слушателей в важности верить в воскресение Иисуса Христа и верить в воскресение мертвых. Помните эту главу? Убедительно, удивительно, очень сильная глава. Павел концентрирует, знаете, внимание, он приводит аргументы, стих за стихом, говорит, «Если Христос не воскрес, то и вера тщетна, и проповедь тщетна, и мы еще во грехах наших». А затем апостол Павел подводит еще очень важный стих и говорит, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа». Братья и сестры, потрясающий стих, правда? Павел утверждает и говорит, «Верующие, вы можете оказаться с вашей надеждой, на Христа с надеждой». Я упускаю специально одно очень важное слово для того, чтобы мы могли вместе рассуждать сегодня, друзья. И Павел говорит, «Вы можете оказаться самыми несчастными людьми на этой земле». Мы скажем, «Стоп, Павел, здесь что-то не так. Здесь, наверное, какой-то перевод не совсем правильный. Ведь Христос сказал, что «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, имели ее какую? С избытком». Что же происходит? Давайте попробуем вместе разобраться, чтобы нам не оказаться, друзья, в числе этих христиан, которые имеют надежду на Христа. Я специально упускаю одно очень важное слово, чтобы мы его увидели в этом стихе, сконцентрировали наше внимание и просуждали вместе. На что надеются христиане? Просестры, давайте вместе подумаем о нашей с вами личной надежде. Мы прекрасно понимаем, что человек, любой человек на этой земле не может жить без надежды. Известный английский писатель Уильям Сомерсет сказал однажды такую фразу, «Отнимите у человека надежду, и у него не останется ничего». Отнимите у человека надежду, и у него не останется ничего. Состояние без надежды называется отчаянием. Единственное, что может исправить ситуацию и вывести человека из этого состояния, это новая надежда, которую человек ищет в этом мире. Знаете, если посмотреть на всех людей в целом, и верующих, и неверующих, братья и сестры, то у каждого человека есть какая-то надежда. Другое дело, основания этих надежд могут быть разными, они очень могут отличаться коренным образом друг от друга. Но у каждого человека есть своя надежда. Братья и сестры, как можно определить слово «надежда»? Надежда связана всегда с ожиданием, не правда ли? Надежда связывает нас с ожиданием чего-то, наших планов, нашей мечты, наших каких-то, может быть, знаете, дел, которые мы планируем, но ожидает всегда чем-то радостным, приятным, то, что может что-то осуществиться нашей жизни. Какую бы сферу нашей жизни, братья и сестры, мы не взяли, находясь на ваших местах, подумайте, в любую сферу нашей жизни, согласитесь, мы всегда, там есть место надежды, правда? Возьмите любой возраст каждого человека, у детей есть надежды свои, правда, дети? У молодежных, молодых людей большие надежды, связанные с будущей жизнью, избранием работы, профессией, спутника жизни, созданием хорошей христианской семьи. У старшего возраста, у людей преклонного возраста есть тоже свои надежды. Эти надежды, может быть, связаны с детьми, с внуками, с прекрасной, доброй старостью, окруженной заботой, вниманием своих родных и близких. Ни один человек не может жить без надежды. Писатель был прав. Отнимите у человека надежду, и у него не останется ничего. Давайте себе представим некоторые вот такие примеры. Мы приходим в госпиталь, где находится очень много людей. Люди находятся в госпитале в ожидании, с надеждой на выздоровление. И каким-то образом у нас есть возможность донести каждому этому человеку, кто находится в госпитале, что ни одного из них нет надежды на выздоровление. Можем себе представить реакцию и вообще результат этого послания, этого месседжа? Ситуация изменится. Давайте себе представим, что мы приходим в тюрьму, где люди сидят, и очень большие сроки. И доводим до сознания этих людей, что надежды, чтобы выйти, у них нету. Можем себе представить результат этого послания. Я как-то читал из одного человека, который во Вторую мировую войну находился, был пленником в одном из концлагерей. Он описывает в своей книге те ужасы, с которыми он пришлось столкнуться, и то, что он и видел там. И он обратил внимание, он был молодым человеком, молодым узником, и обратил внимание на тех людей, в которых теряли, оставляли, надежда их не оттаяла. Ихняя надежда была разрушена. Они быстро уходили. Они быстро умирали. Болезнь, тяжелый труд, ужасные условия делали свое дело, но больше всего отсутствие надежды. Этот человек, говорит, я сделал для себя вывод, молодой человек, я каждый день, день за днем, я жил маленькой надеждой, что все будет хорошо, что я выйду. Впоследствии, это действительно случилось так, впоследствии, этот человек стал известным врачом, и он написал книгу, которую назвал «Моя надежда». Это был человек неверующий, но он говорит просто о человеческой, о том, что даже в тех условиях надежда помогала ему преодолеть трудности, обстоятельства в тех условиях, в которых он находился. Братья и сестры, давайте представим себе, что мир, в котором мы живем, услышал бы о том, что надежды надежды на спасение нету. Надежды на спасение души нету. Этот мир бы услышал, можем себе представить катастрофу. Пусть люди не верят сегодня, но многие где-то находятся, ожидают изменений каких-то. Если бы Евангелие стало недоступным, и Евангелие провозгласило надежды нету, что бы произошло с этим миром. Только осуждение и вечное наказание присутствовало на этой земле. Я думаю, что ад начался бы уже здесь, на этой земле, потому что ад – это место, где нету надежды для людей. Вы знаете, Всемирная организация здравоохранения приводит страшную статистику. Каждые 40 секунд в этом мире один из людей, живущих на этой земле, заканчивает жизнь свою самоубийством. Каждые 40 секунд на этой земле человек уходит из этой жизни добровольно. Существует даже день, 10 сентября, каждый год Всемирная организация здравоохранения, они учредили этот день для того, чтобы сконцентрировать внимание и все общественные организации для того, чтобы помогать людям преодолевать этот кризис, эту страшную ступеньку черту невозврата. Братья, сестры, если только вдуматься, за каждой разрушенной судьбой, за каждым человеком, стоящим и совершающим этот поступок, что есть разрушенная надежда, потерянные надежды. И это страшно. Вы знаете, когда я исследовал, занимался этой темой, я задался цель посмотреть на надежду в этом мире. Вы знаете, когда мы просто не только говорим слово одно надеждой, но есть разные синонимы или разные еще дополнения к слову надежда. И я начал, знаете, просто исследовать этот вопрос и считать, какие существуют сегодня в людей и то, что сегодня называют надеждой. Я дошел до 99 и остановился. Я дошел до 99 и остановился. Я объясню, почему сейчас. Я назову только 10 из них. Несбывшиеся надежды, напрасные надежды, призрачные надежды, разбитые надежды, пустые надежды, хрупкие надежды, слабая надежда, заманчивая надежда, ложная надежда. Достаточно. Список можно продолжать. Что-то произошло в этом мире, с надеждой людей. Что-то произошло в этом безнадежном мире с той надеждой, за которой люди тянутся, стремятся, ожидают. Братья и сестры, друзья, только вслушайтесь в смысл вот этих слов, которые мы только что прочитали. Сколько отчаяния, сколько страха, сколько уныния, сколько печали находятся в этих словах. Я хотел бы сегодня обратиться ко всем людям, которые имеют, может быть, вот такую надежду, которые не приносят ни радости, ни утешения, нету того основания, которые разочарованы, которые, может быть, связывали свою надежду с каким-то положением, изменением в политической жизни страны, надеялись на новое правительство, на нового президента, надеялись, может быть, на свои силы, на свою работу, на свой бизнес, на свои деньги, на свои связи, на свою семью, друзей, близких, но по каким-то причинам, каким-то обстоятельствам эти надежды рухнули. я хочу сегодня заверить вас, что есть надежда, и мы будем говорить немножко позже. Я хотел бы сегодня обратиться к верующим людям, к верующим христианам, которые имеют надежду на Христа, но только в этой жизни. Имеют надежду на Христа, но только сейчас, сегодня и в этой жизни. Давайте вместе обратимся к этому 19 стиху. Если можно, высвятите нам 19 стих 15 главы. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Что хочет апостол Павел донести нам сегодня с вами этим стихом? Ведь, согласитесь, Господь дает нам в этой земной жизни надежду на Христа, на Его помощь, на Его благословение. И нам не обойтись без Христа в нашей повседневной физической жизни, братья и сестры. Мы начинаем новый день с надеждой на Господа, на Христа, что Он благословит нас в деле рук наших, в дороге, в пути, в работе, в наших семьях, в наших планах. Наша жизнь порой настолько закручена, братья и сестры, в этих повседневных наших жизней. И нам не обойтись без нашего Господа, правда. Мы не пребываем только в церкви, находимся, и мы не только сидим дома, читаем Библию и молимся. Мы живем в реальном, греховном, материальном мире со всего Его нуждами, переживаниями и проблемами. Но я хочу обратить внимание в этом стихе на одно слово. Только в этой жизни вот что делает проблему. Все наши несчастья находятся только в этой жизни. Уютный дом, добрые соседи, хорошая работа, устроенные дети в этой жизни. Этот список можно было бы продолжить. Мы часто можем даже слышать свидетельства многих. Мы обращаемся даже в церкви, братья и сестры, помолитесь за ту или иную нужду, или мы говорим Господь так благословил нас, мы приобрели или построили новый дом, мы купили машину, мы еще что-то приобретаем. Все вроде бы неплохо, но есть одно то, на что я хотел бы обратить ваше свое внимание. Братья и сестры, а когда этого не происходит, было в вашей жизни, те планы и те надежды, на которые вы строили, они в какой-то момент, они рухнули, и мы этого не получили, наши планы. Что мы испытывали в своей жизни? может быть, Господь учит нас чему-то очень важному, перевести взор земного Христа, который обеспечивает нам нашу земную жизнь, и перевести взор на Христа, воскресшего, небесного Христа, который сказал, что Бог благословил во Христе всяким духовным благословением, где? В небесах. Я помню свидетельство одного брата, он достиг очень многого в своей жизни, в финансовом плане, но в какой-то момент весь его бизнес, все его планы, связи, влияние, все, что он обладал, оно рухнуло. и он говорит о том, что я вдруг осознал глубоко в своем сердце, настолько у меня был неправильный путь понимания Бога. Я почему-то думал, что Бог, знаете, это как Дед Мороз, добрый, который исполняет наши детские желания, а в руках у меня палочка, палочка, которая помогает мне по взмаху выполнять любое мое желание и каприз, по крайней мере, до этого у меня было, пока Господь не показал, что в руках моих Он дает мне крест, следовать за Христом, идти очень узким путем. В руках моих не палочка, которая делает чудеса, а крест следования за Христом. И взор мой Христос поднял с того, все, что я потерял, у меня ничего не было, и мне не оставалось ничего другого, как обратить внимание наверх, на Христа небесного. Вот там счастье истинно верующих. На что надеются сегодня христиане? Вы знаете, мы не одиноки, братья и сестры, в нашем поиске, в наших рассуждениях и в наших порой несчастьях. вот верующие, надеющиеся надеющиеся на Христа, но при этом несчастные даже тех грешников. Павел так говорит, несчастные более всех человеков. Почему? Потому что связывает надежду вот на этого Христа земного. Вы знаете, я бы хотел сегодня с вами кратко посмотреть на двух учеников, которые потеряли всякую надежду на своего Христа. Это потрясающая история, очень кратко хочу с вами посмотреть на нее. Лука 24 глава повествует нам о том, что когда Христос воскрес, двое из учеников они оставляют Иерусалим и направляются куда? В Эмаус. Воскресший Христос там и слава Господня там, а их путь направляются в Эмаус. Идут по дороге и пристает к ним спутник, который они не узнали. Интересно 21 стих, обратите внимание, беседа, на что они обращают внимания. А мы надеялись было. Обратите внимание, ученики, которые жили с Господом три с половиной года, которые знали Его, которые слышали, видели, и которые, казалось бы, должна утвердиться эта глубокая, твердая надежда на Христа. Путь в Эмаус это путь крушения надежды, разочарования, потери надежды. А мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Мы надеялись, что Он восстановит Израиль, восстановит Царство, и кого-то из нас посадит по правую сторону, кого-то по левую сторону. Христос будет совершать чудеса, будет исцелять, будет кормить голодных, и будет все прекрасно. А мы надеялись было на этого Христа, но Он сильно подвел нас, потому что уже третий день ныне, как это произошло. Интересно, что они рассказывают о том, что некоторые из их друзей, учеников, они пошли убедиться в тех словах, которые сказали жены, потому что жены говорили о том, что Он воскрес из мертвых, и некоторые из них пошли ко гробу, но обратите внимание, в 24 стихе заканчиваются последние слова, последняя их беседа с учителем, но Его они не видели. Это последние слова, которые говорят ученики Христу, которого они не узнали, но Его они не видели. Братья и сестры, перед нами люди, чья надежда на Христа в этой жизни полностью разрушена, а жизнь потеряла всякий смысл. В такой ситуации решение уйти в Эммануил, в Эмаус, простите, в город Эмаус, это уход от реальности, это побег от разочарования, надо что-то делать, надо куда-то идти, нужно строить какие-то новые планы, нужно снова искать какую-то другую надежду. Обратите внимание, посмотрите на того, кто выслушивает их печаль, их разочарование, это воскресший Христос, которого они не узнали, который присоединился к ним. Для чего? Чтобы дать им настоящую надежду, и он делает следующим образом, очень кратко давайте посмотрим на некоторые действия Христа, как Христос возвращает надежду своим ученикам. 27 стих, и делает это он уникальным образом. «Иначе от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Просество Христос возвращает надежду ученикам не какими-то обещаниями, не просто каким-то утешением, он это делает через Писание. Он использует, начиная от Моисея и всех пророков, он объясняет им. Обратите внимание, следующее, что он делает. Он возвращает надежду через личное общение со своими учениками. 29 стих, посмотрите, «Они удержали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними». Христос личным присутствием ободряет своих учеников и возвращает эту надежду. Братья и сестры, в вашей жизни есть те минуты, когда вы чувствуете разочарование, надежда рухнула. Это связано в различных, может быть, сферах. Знаете, что Господь сегодня может остаться с нами, быть с нами, чтобы возвратить и дать нам настоящую надежду. Обратите внимание, что Христос делает дальше. Иисус возвращает надежду через преломление хлеба. 30 стих «И когда он возвежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». 31 стих «Тогда открылись у них глаза, и они узнали кого? Его». Последние их слова были «Его нет», не узнали, не увидели. Надежда восстановлена, вера восстановлена, смысл жизни обретен. И они сказали друг другу, 32 стих, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, когда изъяснял нам Писание». Братья и сестры, восстановленная надежда учеников возвращает этих учеников куда? К воскресшему Христу, в Иерусалим обратно. 32 стих. «И встав в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов, бывших с ними». Истинная надежда возвращает ко Христу, к воскресшему в Иерусалим в тот же час. На что надеются сегодня христиане? Братья и сестры, на что мы надеемся с вами сегодня? Хочу сегодня обратиться к тем, которые утратили надежду в этой жизни. Не христианам, не знающим Господа, цепляющимся за любую надежду в этом мире. Друзья, здоровье, новое правительство, новый президент, новые идеи, новые планы, новая работа, новые возможности, может быть, новые какие-то мысли. Хочу обратиться сегодня к христианам, которые надеются на Христа только в этой жизни и которые испытывают вот это несчастье в своей жизни. И верующие, и церковь хожу, и Библию читаю, и планы есть, но я несчастный всех человеков, даже этих людей, которые вокруг меня. Надежда есть. Надежда есть настоящая. И Писание говорит нам о том, что у этой надежды есть имя. У этой надежды есть имя. Христа, вы можете улыбнуться, не будьте такие грустные. 1 Тимофея, 1 глава, 1 стих. Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, как имя надежда наша. Христос, надежда наша, дорогая церковь, братья и сестры, христиане, у надежды, настоящей надежды, ни хрупкой, ни временной, ни потерянной, не тот, который имеет большой список. 99 можно продолжать. Есть имя, Христос его имя. Надежда, которую дает Христос, Библия называет, знаете, какой надеждой? Лучшей надеждой. Не просто удобной, не просто какой-то, это лучшее, что может дать в лице Иисуса Христа Господь нам. Евреям, 7 глава, 19 стих. Ибо закон ничего не довел до совершенства. Слышите? Кто-то держится за закон. Закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Этот стих говорит о том, что закон, который дал Бог израильскому народу, который определял, что такое грех, и определял наказание за грех и держал людей в страхе рабства. Он ничего не довел до совершенства. Поэтому Бог говорит, я даю вам нечто другое. Новая надежда в лице личности Иисуса Христа. Христос – это лучшая надежда. Кстати, слово надежда в нашей повседневной жизни несет в себе оттенок какой-то немножко неуверенности человеческой надежды. Люди могут говорить, ну, мы надеемся, что погода изменится к лучшему. Слышали такую фразу? Мы надеемся, что новый президент, который пришел, что-то поменяет. Или мы надеемся, что люди говорят, что новая семья, новая жена и многое новое что-то поменяет. Братья и сестры, Писание говорит, нет, ничего не поменяет. Поменяет, знаете, что только? Твердая надежда. И Библия об этом говорит. Давид говорит, Псалом 77 стих, для многих я был как бы дивом, но ты твердая моя надежда. Братья и сестры, христианская истинная надежда это Христос имя, это новая надежда, это твердая надежда, на которую можно положиться в любых обстоятельствах нашей жизни. Мы имеем надежду на спасение. Римлянам 8 глава 24 стих, ибо мы спасены надежды. Мы имеем надежду на воскресение из мертвых. Первое послание Фессалоникийцам 4 глава 13-14 стих, не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Надежды друзья, которые потратили, утратили своих родных, близких. Мы имеем надежду на то, что мы встретимся. Эта разлука будет временна. Мы снова восстановимся одной семьей. Они только находятся у Господа. мы имеем надежды, братья, сестры, на вечную жизнь, на встречу со Христом, на вечное блаженство, на вечную милость. Братья, сестры, вот на эту надежду я хотел бы, чтобы я и каждый из нас сегодня обратили внимание, ухватились бы за нее, положили нашу веру, наше упование, чтобы наша надежда стала твердой, вечной и благословением для нас и окружающих людей. На что надеются христиане? Я бы хотел, чтобы в нашей церкви и те, кто слушает нас, не было несчастных христиан, которые надеются на Христа только в этой жизни. И последний стих перед нашей молитвой. Римлянам, 15 глава, 13 стих. Римлянам, 15 глава, Римлянам, 13 стих. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились чем? Надеждою. Прекрасный стих. Бог, которому мы верим, братья и сестры, назвал Богом надеждой. Он желает, чтобы исполнить нас радости мира в вере, чтобы благодаря Духу Святому и силой Его каждый из нас сегодня мог обогатиться этой надеждой и жить под благословением Господа и ожидать Его в надежде. Аминь. Помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok